а сейчас меня пригласил в эту тропическую оранжерею артем агроном но не просто агроном он высокий агроном это не звание это скорее призвание потому что вот он повыше меня и он занимается лианами они любят заниматься лианами артем занимается и другими растениями защиты растения но лианы для него он пожалуй основное хобби да но это не только из-за роста да так сложилось так сложилось а тема почему вы вот лианы полюбили почему чем они вас так вот захватили наверное с тем что они отличаются от других растений что их можно сформировать и на стене и на потолке любые формы вообще на потолке меня это очень удивило порадовала и я вот подумал единственное место где у меня не растет не растут цветы это потолок и теперь теперь у меня закрались идеи хорошо спасибо за эти идеи вообще красиво вообще красиво очень здорово а расскажите какие лианы мы можем у себя квартира не в оранжереи а у себя в квартирах позволить вы вырастить но наверное самыми идеальными вариантами будет филодендрон стендапсус ну давайте филодендрон стендапсус стендапсус и тетра стигма если позволяют объемы квартиры квартиры то есть в 30 квадратных метров нежелательно придется постоянно его сдерживать так может за так что ипотеку или дом за городом или загородный дом а давайте вы их покажете может быть ну вот допустим у нас по стене как раз идут филодендроны различных видов вот кстати почему плюс выращивать их можно набрать целую коллекцию краснеющий дольчатый лазящий огромное количество видов которые прекрасно растут в квартире прекрасно растут в тени в тени да вот как видите тут у нас они расположены вдали от окон светом конечно необходим но не такой яркий как многим другим растениям даже я бы сказал что совсем яркий лох на солнце они могут подгорать поэтому их лучше притенять и для наших квартир подойдут идеально а вы северная сторона дома в подмосковье вполне им подойдет особенно если добавить искусственное освещение стоит поэкспериментировать подальше от окна поближе появились ожоги отодвинули от окна а вообще откуда они к нам приехали они все из тропиков филодендроны как раз из южной америки мексики сындапсус и больше из азии но и прижились у нас а вообще на какую высоту они растут и меня всегда интересовало вот какие-то лианы цепляются а какие-то вьются ну а они а какие-то надо подвязывать их все-таки приходится подвязывать во первых у них достаточно тяжелая зеленая масса поэтому их стоит крепить на опоры можно прекрасно использовать кокосовые опоры обмотаны кокосовым волокном мы используем сетки вот типа рабица также их можно не обязательно пускать на потолок или стену можно использовать как ампельные растения подвесив горшок они будут свисать и прекрасно расти то есть на потолок и оказываешься как в тропическом лесу не хватает только этих самых обезьян которые катаются на этих растений совершенно верно к тому же они почти не поражаются вредителями достаточно устойчивые то есть даже паутинный клещик обходит их стороной он может на них завестись но если есть что-то более вкусное например какая-нибудь пальма он скорее пойдет есть пальму чем их то есть мы можем отвадить про не отвадите они не отпугивают но но по крайне по крайней мере в меньшей степени они поражаются вредителями для человека который не очень любит следить за растениями не отслеживает вредителей это в общем-то находка да к тому же они любят влажность соответственно если мы им делаем влажные условия опрыскиваем ставим увлажнители воздуха эти условия как раз являются негативными для того же клеща то есть идеальные условия для них это негативные условия для вредителей а какая влажность влажность высокая под 70 процентов но они могут расти и более при низкой влажности 70 процентов для квартиры да и это ну как бы идеальные условия понятно но если их регулярно опрыскивать несколько раз в неделю им этого будет достаточно а мыть их на то вода вот сколько у них у многих во первых большие листовые пластины на них скапливается пыль и под душем они прекрасно моются переносят им это можно сказать нравится но это здорово так еще какие а вот это вот зеленая это у нас как раз следом стендапсус ты стендапсус он такой какой-то веселый какой-то такой обычный салатовый цвет да у них также много сортов которые отличаются по цвету и имеют соответственные названия например там сорт неон золотистый из них то аналогично можно составить целую коллекцию разных цветов тому же они легко размножаются и можно поделиться с кем-нибудь а вот этот вот сендапсус не знаю какой золотистый он на союзе садоводов растет просто вот на окошке за ним никто не ухаживает его почти никто не поливает а он вырос до потолка вот этому и как раз их плюс потому что не всегда удается в квартире за ними уследить где-то не дополил и когда меня просят сша он такой неприхотливый отрежь мне черенок или как это укоренить его берешь вот чик на поставь воду и он через две недели пустит корни ну почти да надо отрезать несколько междоузлей поставить воду некоторые сразу их сажают в землю но желательно все-таки укоренить сначала в воде течение месяца они очень хорошо дают корни после чего мы их высаживаем в грунт здоровский мне очень нравится мне очень нравится еще вот это вот ли она что это такое это это просто фантастическое какая-то красавица на монстеру похоже да это одна из разновидностей монстер а значит все таки я угадал у нас их несколько есть и классические есть и пестры вот сзади меня еще одна очередная монстера ой косая какие вообще я как когда-то знал монстеру не как ли она просто на горшках с такими с толстыми стволами могучая чтобы она лазила по стенам как там это я не встречал таких но тут простор фантазии можно ее использовать как и стелющиеся как вы сказали просто пустив как такую толстую но не лиану а можно и пустить на какие-то опоры стал бы просто изначально надо ей помогать подвязывать натягивать возможно какие-то трассы в зависимости от того какая монстера вообще можно любую композицию сделать из них и в принципе тот человек там садовник домашний садовник он как художник а растения для него как какие-то краски или там глины из которой он лепит произведение искусства вообще это здорово вы вот чуть сегодня мне подсказали много интересного я вот особенно с потолком мне очень хочется разобраться это все уже мечта сделать зеленый потолок чтобы это было красиво только я еще не придумал как его подсвечивать если хорошие окна особенно у кого панорамные не окна достаточно узенький поэтому подсвечивать все равно придется но хотелось бы конечно вот чтобы потолок все-таки был украшен спасибо а вот это вот растения совсем на потолке да она у нас за него весь потолок это тетрастигма очень мощное растение она абсолютно неприхотливая для квартиры подойдет но разрастается феноменально тут есть большая часть растения которого вы не видите она уходит на потолок где отсутствует свет там конечно нету листьев они бледные мы их оттуда постоянно вытаскиваем наружу но это как раз говорит о ее силе а ее росте так я могу сказать что она мне допомнила девичий виноград который тоже иногда верно не одного рода залезает на чердак пытается там расти до цвета не света нет и вот так вот много там таких стеблей значит родственники и характер и них одинаковый но это же не листопадная ли она нет это также тропическая вечно зеленая тропическая тоже бразилия мексика тропики здорово но для потолка конечно конечно идеально если конечно у вас ровный потолок без каких-то там уходов куда-то на чердак а и смотрите чтобы не залезла в вентиляцию а то представьте вашу вашу соседа вылезет из вентиляции и могут быть неприятности ну что ж очень здорово в принципе передо мной открылся целый мир лиан потому что как-то в квартире ну я у себя не особо выращивал лианы но были какие-то растения вроде там хлорофитума которые просто выдает стрелки которые свисают но чтобы вот именно лианы по стене по потолку такого не было я очень хочу нечто подобное я думаю этой идеей увлекутся многие наши зрители для начала они пусть приходят сюда в оранжерею царицына ознакомиться с растениями а если они еще ознакомиться с антоном агрономом высоким вот так специалистом полианом который очень увлекательно рассказывает который знает все растения и самое главное любит растения тогда будет вообще хорошо спасибо у вас очень хорошая замечательная профессия передавать добро с помощью растений спасибо вам